Лемнесский язык, к сожалению, имеется только один крупный памятник на нем, это лемнесская стелла, вот собственно она. Доказанное его родство с этруским языком, то есть он является теренской группой, иногда его даже называют этруским языком Лемнесса, но это не разбирается, то есть он отличается существенно, просто доказали, что они родственные. Родственные они достаточно отдаленно, там несколько корней родственные и окончания, но как я уже многократно тут во всех сюжетах по компаративистике говорил, окончания считаются важнейшим основанием для того, чтобы считать языки родственными. То есть если показали родство окончаний, то на корни уже смотрят меньше, потому что корни легко заимствуются, окончания нет. Эти идеи были заложены еще основателями сравнительно исторического метода Болпом и Гримом. Помимо вот этой всей стеллы имеется еще несколько надписей, но совсем краткие, осколки на горшках, в общем две еще там примерно коротенькие надписи есть, все. Алфавит читаемый, потому что он в принципе того же типа, что и другие алфавиты народов соседних, но спорят откуда происходит, то есть сравнивают его с фригийским алфавитом, сравнивают его собственно с этруским алфавитом, он в какой-то степени на этруски тоже походит, возможно вот они, это родственные также и в алфавитном отношении, то есть более культурные контакты этрусков и вот этих вот налемности людей, которые тоже на родственном языке говорили, тоже теренные их надо называть, да. Поскольку алфавиты походят на этруски, также спорят, возможно это просто колония этрусков, которые вот модифицировали язык, там подвергся какому-то местному влиянию, то есть предполагают, что это просто заселились туда этруски, но лет так через 100-200 у них язык немножко изменился, даже порядочно. Ну вот собственно алфавит на картинке, тут единственное вот эти са и ша спорят, действительно ли тут ша, потому что две свистящие явно были, а вот может быть это не ша, может быть это за, может быть это ща, остальное в общем-то все так по аналогии с соседними народами хорошо читается. А, ну и ва и фа тоже, некоторые это как фа читают, некоторые как ва, потому что там звонких-то не было. Ну вот собственно весь текст в современной транскрипции, вот собственно все, что написано. Однако даже вот в таком кратком тексте можно показать, что это родственное трускому языку. Надписи из Гефестии недавно нашли, там всего 4 слова, и еще несколько обломков на осколках нашли. Что касается фонетики, 4-гласные как в русском, то есть А, Э, И и О, ну возможно это У непонятно, то есть непонятные огубленные. Есть дифтонги, вот система согласных, то есть нет звонких, это отличительная черта этой тиренской группы, и противопоставлены здесь глухие и придыхательные, то есть ПА, ПХА, ТА, ТХА, КА, КХА. Ну вот два свистящих, второй на самом деле непонятно, какой ША это условно. Был огубленный ХА, как в битруском тоже, то есть ХВА читают условно так. Ну и остальное все в общем просто. Спорят было ВА или ФА, потому что все огубленные, возможно было ВА тоже ФА, то есть было тоже глухое. Непонятно, естественно, какое там было ударение, ударение они не ставили. Очевидно, сложные там сочетания согласных для этого языка характерны, как и для этруского. Обнаружили там окончания этруские, допустим, дательный падеж на АЛЕ обнаружили, родительный падеж с С, и вот, собственно, по окончаниям и доказали, что язык теренской группы. Вот еще примеры окончаний. Тут явно вот логотиф обнаружили, то есть окончание местного падежа от русской АНТИ обнаружили. И окончание прошедшего времени на АЙ, который тоже вот русском имеется, тоже вот АОМАЙ, СИНАЙ и так далее. Ну и вот по всей совокупности окончаний, так как обнаружили все основные падежи и окончание глагола, сейчас делают однозначный вывод, что этот язык родственна этрускому языку. Что касается суффиксов, выделяют суффикс АШИ, который образует прилагательное от существительных, выделяют суффикс АИЛ или ИЛЬ, который образует человека, который живет в этом месте. То есть, допустим, город был Мурин, а кто в нем живет, он Муринайл. Но вот этот суффикс ИЛЬ, он, скорее всего, даже хатский. То есть, это, возможно, влияние хетского языка, а в хетском он попал из хатского, то есть из кавказского языка. Поэтому в данном случае просто прошел он из Кавказа через хеттов и дошел до Левнаса, этот суффикс. По синтаксису, скорее всего, свободный синтаксис. Но тут несколько фраз, поэтому по синтаксису только гадание происходит, то есть, какой бы он был правильный. Часто во всяких надписях там стихи искажают синтаксис, на самом деле. По поводу лексических связей определенно нашли несколько корней. Допустим, АВИС ГОТ, это родственно АВИЛС этрускому. То есть, нашли несколько этрусских корней. АОМАЙ, тоже глагол, тоже родственно этрускому. И так далее. Что интересно, есть явные заимствования из индоевропейских языков. То есть, они контактировали всё-таки с носителями индоевропейского. То есть, допустим, НАПХОТХ, это, видимо, раствор индоевропейское, это НЭПОТ. Но вот непонятно, с каким они индоевропейским контактируют. То ли с греческим, то ли вот с какими-то анаталийскими языками, которые там тоже рядом. МАРОС это вождь, это этрусская. Но также полагают, что, возможно, МАРОС это индоевропейское. Потому что всякие корни типа МАР, МЭР, ВладИМИР и так далее, они есть и в индоевропейских языках. То есть, фактически, тут ещё предполагают два заимствования индоевропейских. То есть, НАПХОТ и МАРОС предполагают, что индоевропейские. Ну, вот, в общем, всё, что тут об этом языке известно. Продолжение следует...